доброе утро друзья так забыл перчатки ночь прошла нормально пару раз настолько сносила кстати чем-то запачкал свои шорты очень неприятно то что это как раз мой последний новый шорт здесь у меня как раз под этой кровати рундуки со всем инструментом берем перчатки и начнем красить вторым с третьим слоем пока она пару часов пройдет пока это все подготовлю соберусь нигде мы ничего не заряпали надеюсь но растворитель вроде относится то был вечер плохо было видно вот такой наш перу руля вот так она переночевала ну вроде все но вот эта хрень тоже надо еще также сейчас покрасить пятку мы еще покроем здесь силиконом и все и погнали так что приступим а а а Подсохла немножко Ну вроде как все Сейчас мы теперь еще раз пройдемся наждачкой Потому что где-то за мазюкал краской Нижнюю часть И вот эту И все Идем завтракаем И будем спускать Короче какая у меня идея Я открою вот эту дырку Вот этим краном пропускаю в эту дырку И вытаскиваю внизу После этого опускаю на этой веревке Балер руля вниз Цепляюсь этим краном За верхнюю часть И получается просто начинаю тянуть Ну за счет того что оборот будет здесь Не помню как эти ванны называются Ну короче как-то они называются И получается что Этот кран будет поднимать балер кверху И нам останется только вариант Поставить пятку Нырнуть Так что погнали завтракать Кстати прикольно в том что Вчера мне вот эта компания С которой я сознаю нас Я говорю Типа он появился сигнал Заработал Типа ребята Что делать Они мне вчера ответили Они говорят Ставьте его вертикально Потому что тут больше вероятность заряжать Я ему говорю Так он 4 дня стоял на солнце Без дождей На мачте Как еще можно его лучше зарядить Типа горизонтально Его неправильно заряжать Потому что уменьшается площадь Короче Честно Мутная компания Непонятно что Они имели ввиду Что они хотят Я готовим Готовим Убираем Нашу крышечку Добавим света И лишние детали Также В сторонку Я сейчас еще хочу Вот в этих конструкциях Тоже почистить Наждачечкой немножко Здесь Чтобы было лучше Заходило В принципе все Теперь главное все Собрать Так как Должно было быть Тут у нас еще Вон конструкция Там дальше идет Так что будем Заниматься сейчас Все одновременно происходит Жарим Варим Чайник Закиптим На аппетит Друзья Вы тоже смотрите Ютуб Когда кушаете Очень многие ребята Мне пишут Что Вот я там За бутылкой пива Мак делает Длиннее ролики А то не успеваю Поесть Так я вот тоже Смотрю Различные каналы Личная новость Друзья Мы летим Обратно в Россию На экспедицию При этом Мы залетим домой Дня на 3 Чтобы собрать Какие-то вещи Подготовиться Увидеть родителей Так что у нас Даже есть билетики Мы летим на Сау Нью-Йорк Потом Нью-Йорк Москва Вау И даже приедем В Минск Так что я прилечу Не в Москву А в Минск сразу Круто Круто Меня встретят Вроде как папа Пару дней Повещаю оттуда И экспедиция Я на самом деле Очень хотел побывать Разной экспедиции Мне очень интересно Северный полюс И Антарктида И как раз Эта возможность Немного прикоснуться За счет Вот этой экспедиции На специально Оборудованные техники Бурлак Можете Забить в интернете Но В ближайшее время Точнее В ближайшие недели Мы сделаем уже К нему обзоры Естественно Попробуем поуправлять Естественно Попробуем пожить Это как дом на колесах Только вездеход Который может Ездить где угодно Поэтому я думаю Будет интересно Тем более Мы будем ехать В серьезных северах То есть С самой жары В реальную зиму Посмотрим Что из этого получится Две недели У нас будет Нашего путешествия А потом мы опять Вернемся На Карибы Видим Значит Есть здесь проблемка Значит Надо Шлифануть Эта верхняя часть Она вообще На самом деле Не важна Для вала Она Настолько где-то Висит Без дела И только для Экстренного румпеля Который вот здесь стоит Отлично Все детали смазываем Так как и ось Потом в дальнейшем Мы ее просовываем Мы смажем И здесь втулку Почему мы будем Смазывать и ось Потому что Ну Смазка сразу не смоется А это немножко Будет легче Плюс Я буду наносить Силикон Я уже говорил ранее Да Вот так она Видите Скрипит И ночью Кстати Тоже скрипела Ну В общем Будем готовить Сейчас какую-то часть Мы не сможем Скорее всего Смазать Так как Там уже есть вода Поэтому Основная будет Смазка на валу Ну Это все можно делать Потом было Когда уже вал бы вошел Ну просто чтобы не терять время Сейчас сижу все равно Ожидаю пока краска почти досохла Потому что чуть-чуть Она подлипает еще Мы тоже смазали Друзья Опять же Часть смоется Часть нет Опять же Все для того Чтобы легче входило Плюс будем наносить Еще дополнительно Здесь я ничего не мазал На пластике Я намазал опять же На валу Но здесь мы еще Перед тем Как будем поднимать Мы его вот здесь Намажем Силиконом И опять же Опустим воду С одной стороны Будет одна веревка Потому что Я напомню Мы Этот кран Провезем сюда Вторая веревка Будет вот эта черная С другой стороны Чтобы ты можешь бы Влево-вправо регулировать Но честно Мне кажется Что это не понадобится Она и так быстро Очень войдет Одна из рекомендаций Друзья Всегда Фотографируйте Перед тем Как разбираете То есть мы видим Как она стояла Теперь И вот как он Стал Вот он так должен Выйти Видите вал И вот он как есть Сейчас волнение Смотрите Вода Реально Он только что Выхлебнулась Затопить Не затоплю Лодку Но все же Неприятно Неслась Сейчас сделал Уже Как некоторые Рекомендовали Намочил его Сначала И надел Правда Сначала Только ноги Что вроде как Готовы Давайте попробуем Притопить Посмотрим Будет ли Эффективность Короче У меня тут Вся конструкция Моя начала Валиться Что-то как-то Стало Стало Не так Или Что-то Выпало Не знаю Короче Мой Этот кран Разобрался Все это Пошло вниз На веревках Я это Естественно Держал Постегоньку Спустил Но Что-то Наверное Отвалилось Такое ощущение Потому что Кран Видите Перекос Черт В общем Сейчас Какая задача Видимо Перо Находится На веревке Так Вторая У нас Еще веревка Страховочная Правда Не привязан Но это Как бы Пока не критично Потому что Это более сильное Возможно Что мы Сейчас На всякий случай Все же Привяжем Значит Что Я сейчас Хочу сделать Привязали Спуститься Вниз Отцепить Этот круг Протащить его через дырку Вытащить Там Присоединить И таким образом Травировка будет Поднимать Ну Давайте Попробуем Это сделать Дальше вот теперь мы сейчас спускаемся вниз цепляем за него и все вот видим одна часть другая попробуем достать не достаю честно не заметил большой разницы надев его мокрый то есть я сначала опустил воду и потом надев конечно с мыльным раствором это было бы лучше и проще но пока не лицезрелую ладно пробуем поднимать сейчас переключаемся на gopro не переключайтесь не забываем ставить лайки и конечно подписываться друзья скоро нас ждет удача я надеюсь и и и и и и и и Как прохладненько, так хорошо, в спинку сейчас поднимается водичка, я вам покажу даже свое лицо, это в гидрокостюме вода такая приятно освежающая, она так приятно поднимается, главное, чтобы зашла вода внутрь, и ты ее нагрел своим же телом, потом потеплее будет. Я не очень люблю холодную воду, надо чуть-чуть потянуть вверх, будем обратно. Ну, может, пойдет так, лучше. Вот, почти. Есть. Что мы теперь делаем? Смотрите, это как будет происходить под водой, друзья. На камеру, здравствуйте, Владимир. А не, нормально вот так, если там получится прицепиться. Да я вроде там все шлифанул так, что и смазал уже, что должно все зайти со свистом. Начинаем, спускаемся вниз. Продолжение следует. теперь у нас вопрос что надо поставить пятку да да сейчас тут веревка немножко мешает она чуть-чуть приспустить ну что он уперся сейчас как раз проверить с размерами его так его как-то более такое ощущение что не высоковато его сделали а едем на оладья ну вот такие у нас красивые сегодня оладья кстати их тогда но не ел ведь последний раз ел как раз у вас ну давно смысле так основательно не ел так что мы будем чайничать приятного аппетита что попили мы чаю едем резать перо наше блин конечно это настолько фиаско 6 сука тяжелая а еще и в масле ну вот и покатили мы его обратно в общем вот этот размер должен был быть всего лишь 20 сантиметров а он такой я только сейчас это сообразишь он настолько широкий черт вот пусть я офис а офис говорит они в три часа друга приедут получается лоханулся не 22 и неча здесь то что здесь ровно 22 получается это мой косяк что едем сейчас обратно на лодку я еще раз хочу поставить пятку на место и точно перемерить чтобы быть уже уверены на сто процентов хоть и размеры уже я точно знаю но все равно есть опять же риски страх черт у меня столько страха в последнее время и да и все и поедем договариваться чтобы они сегодня постарались сделать все вот эта штучка разошлась разъединилась и попортилась когда мы дали нагрузку поэтому сейчас надо восстановить ее плюс почистить лодку и 3 прыгнуть в воду также я думаю сразу взять вещи на стирку и пока все время ждется чиниться и шмотки постирать от моего рик тонули мы и выровняли потом на этой трубе отбили сейчас попробуем что-то сделать дальше смотрите что я хочу сделать я сейчас поставлю пятку на место забью тот же самый кол или там даже не ком а вот такую ось и примере рулеткой как она на сто процентов должна быть сейчас снимаем чтобы лишняя деталь никуда не уплыла после этого друзья убираем все лишнее нужен то что сейчас кладем вложим накладываем то что нам понадобится сейчас и в принципе выходим в воду необычной кровати вернулись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и замерили Сейчас едем к ним туда договариваться дальше переделывать Хрена себе Чего богатеи сюда едут? Может потому что легко и быстродоступно? Я опять прибыл, вроде кто-то приехал Вот объясняю ребятам, короче он уже отрезал на вот этот кусок Который я пометил, надеюсь этого хватит Начали они делать Получается, что мой кусок я померил 19, он делает 18 То есть у меня не зашло где-то примерно на 2 инча Сейчас я еду стирать свои шмотки Завтра в 10 они отдадут Плюс подкрасить Ну, к обеду думаю поставлю Я просто планировал еще скататься здесь на один островок Он прямо рядом, где-то 10 миль Обойти этот остров красивый Для того, чтобы протестировать лодку и уже встановать марину Надеюсь я успею за пару дней это сделать Объяснили систему Надо, чтобы набралась вода А потом закидывать белье Кстати, знали, что у тебя сушилки на газу? Вон пламя горит Ожидание чуда Пока стираются, точнее сушатся уже вещи Поехал, заехал в кафешку Решил вспомнить свое былое, как я раньше путешествовал И ел везде, где можно уединить Такая местная еда за 6 баксов В принципе, по весу нормально здесь, наверное, полкило Мясо, рис, еще овощи Вот, кушаешь и понимаешь Не все так плохо Ты на Багамах, тепло Есть деньги еще поесть Правда, лодка поломалась Ну да, попал на тысячу В жизни попадал на большую сумму Стираю еще Двы у меня есть, друзья Так что, продолжаем дальше Ну и опять мы дома Прибыли, прибыли И теперь только завтра Сможем продолжить дальше Так как завтра в 10 часов Он сказал, напишет мне сообщение Надеется, что в 10, в 11 я его заберу Потом покрасить ту часть, что они доварили Там, правда, маленький кусочек Всего лишь будет Поэтому Я думаю, что если я его подкрашу Дам час-два высохнуть Или там часик высохнуть И еще один слой То есть там, по идее, только будут швы Надо прокрасить Это можно будет ставить Главное, чтобы Вот эта часть Которую получилось Что ее подварили Опять же, по моей ошибке Как это получилась ошибка? Я во Флориде попросил Ну, в компании, которая делает эти радеры Я попросил у них чертеж Точнее, они мне его дали на согласование Ну, я, естественно, взял за основу этот чертеж Нарисовал, мерил И у меня получилось 20-22 на рисунке Вот, но по итогу Я посчитал 22 Но я не поставил обратно пятку Я основывался на длину, которая у меня была То есть, а длина чуть больше Оказалось И вот за этого я ваханулся То есть Тупо просто за, скажем, невнимательность Потому что я подумал, что раз Те ребята делают на такие модели Значит, у них точный размер Хоть при этом я сделал резки на оси То есть я, когда ось еще стояла Балер Я ножовкой сделал маленький пропил От пластика И там, где был раньше барлер Потому что я видел, где еще клей был Вот И получается, я ему показывал, что вот это максимум Но, видно, он меня не понял Но вот из-за этих непониманий, короче Дополнительная работа и количество времени Та-дам Ну, я уже немножко смирился Конечно, с утра был немного расстроен Сейчас, кстати, отключил холодильник Потому что мяса нет Смысла нет его гонять Но могу что сказать Что вроде бы, по наблюдениям Вчера вечером холодильник пытался Включаться, выключаться И всю ночь включился, выключился Включился, выключился В итоге сегодня Владимир сказал, что Скорее всего, у тебя упало напряжение Не хватало его Из-за этого холодильник Батарея чуть накопит Он опять включит У него все же у батареи есть небольшое, скажем так Восстановление То есть незначительно просто вольтаж он видит Поэтому он включался Нагнетать воздух Потом раз вольтаж падает Он вырубается Потом опять включает Опять вольтаж падает Он вырубается Поэтому в итоге Пять дней где-то Продержался холодильник Мотор я заводил только один раз Он работал час Но, опять же, мотор всего лишь Не дает такое напряжение В общем Поэтому Если периодически использовать генераторы Солнечные панели Можем сказать, что Или не хватает батарей Или, скорее всего Как сказал Владимир Надо дополнительно больше солнечных панелей Тогда более автономно То есть Эти солнечные панели повернуть И поставить еще две То есть 600 ватт Как он говорил Что он хочет поставить себе солнечные Не солнечные панели А ветрогенераторы 600 ватт Они типа есть там китайские И находил за 250-300 долларов Поэтому Какая будет эффективность От него Не знаю Возможно Такой вариант Возможно Может быть Все же попробовать Солнечные панели Опять же Проблема Главная Нехватка напряжения В основном Это ночью То есть Днем всегда Как батарея заряжена Правда Вчера у меня еще был Всю ночь гонял инвектор Заряжал аккумулятор Правда Он был уже заряженный Скорее всего Он заряжал еще Ну По крайней мере Он был включен Вот Возможно Что это еще Тоже моя прощелка Много очень прощелки Хочу Датчик этого ветра Типа Производитель говорит Он должен стоять так Поставить где-нибудь тут Странная конечно Чем тема Касательно того Что он то на мачте Стоял вот так же Соответственно Солнечный луч Он получал Ну не знаю Ладно Это такие производители Поэтому Я думаю Вот его установить здесь И Когда ты конечно Идешь против ветра Но опять же Мы чуть-чуть боку Мы же не идем прямо Соответственно По идее Он постоянно должен показывать Но возможно Будет ошибаться Поэтому есть идея Где-нибудь его Здесь сделать уголок И прицепить Вот так Что я придумал Для того Чтобы сделать Судачек ветра Показываю Я Сейчас Установлю С обратной только стороны Вот такой уголок Где будет стоять Датчик ветра На таких вот Болтиках Сейчас мы просверлим Дырки Для того чтобы Его установить Вот так и сверлим Какие иногда Приятные волны Приходят С ниоткуда Эх давай Милая Покатай меня И потом Понеслась Ляп Ляп Вот так вот Какая хрень Получилась Хрень Так хрень Это точно Я специалист По ловле водорослей Просто на веревку Только водоросли Не знаю Насколько выдержит Длинноватый Шток Ну вот так Сегодня так Думал Сейчас пойду Еще металл Искатером Поищу И что-то Так и не решился В итоге Замутил видео Ложусь почти В 10 часов Вот максимум Пол 11 Да Меняется Немного Временное На лодке Не знаю Может потому что Нечего делать Конечно Можно было Побродить Но что-то Нет желания Напомню Что уже 26 я уезжаю У меня самолет Уже в 10 часов Мне надо быть За 3 часа Там То есть Мне надо 7 часов Уже выезжать То есть 6 подъем Но честно Добраться до аэропорта Еще Та проблема Короче Он находится От 18 километров От Того места Где я буду Я договорился Что в 25 Не приезжаю Но вот Думаю Что лучше Я еще Заранее Приду То есть Думаю Что 24 Или даже 23 Поставлю лодку Потому что 25 Это понедельник Я переживаю Что мало ли Если там Что-то у них Какой-то косяк Чтобы не получилось Что я уже улетаю Мне лодку Надо где-то кидать Вот И Проблема в том Что в аэропорт Чтобы добраться Стоит 40 долларов И Это 18 километров И Это утром Соответственно Это проблема Или Выходить за 3 часа То есть Это в 3 часа ночи В 3 часа Надо идти туда Либо Брать такси А еще вопрос Будет выходить ли такси Все же такое Вроде И город И место В общем Есть свои сложности Которые надо решить Будет На днях Все На этой ноте Мы прощаемся с вами Друзья До завтра Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова